всем доброе утро давайте я немножко расскажу сейчас вообще техническую сторону этих кукол сколько штук атлет и какие скинтоны во второй части эфира подробно расскажу именно про малышку тьё моя первая бжд кукла она практически продана и на днях я буду встречаться с коллекционером и отдавать ее лично расскажу про платье обувь образ с чем связан и даже про паричок в общем про уже такую творческую сторону этих кукол я пока уберу мной отлита на продажу 20 кукол кому интересно и знать вот в таком виде я получаю их с мастерской рост кукол 30 сантиметров 14 подвижных соединений и три скинтона вот этот нормал их количество отлита у меня больше всего так как именно на этом скинтоне очень удобно делать русалочку алису белоснежку каких-то нежных девочек скинтон карамель будет у меня немножко по своим образом отличаться от привычных вам и мне таких сказочных образов этих девочек я планирую делать в современном стиле многие будут иметь очень интересные очки виде бабочек сердечек в общем возможно съемные текстильные кеды образы у них будут приближены именно к современным и не совсем сказочным потому что скинтон такой очень мугленькие девочки и мне как раз хочется в этом скине создать более что-то новое для меня такое дерзкое возможно какие-то джинсовые комбинезованные короткие мини юбочки может даже одна девочка у меня есть такая идея сделать пижамки с кровать с кроваткой чтобы она продавалась такая с кучей подушечек такой образ я хотела сделать этот дом но так и не добралась до него подумаю подумала что отличная возможность реализовать это в бжд кукле и отлита у меня два мальчики достану чтобы проще было сориентироваться отлита две куклы скинтоне темный шоколад сразу говорю такая кукла будет продаваться только одна вторую куклу я оставляю себе она будет моей личной примере личиков покажу вам различия скинтона в основном думаю это будет интересно тем кто заинтересован дальнейшей покупки куклы можно уже будет для себя определиться в каком скинтоне девочку вы хотели бы видеть итак тираж из 20 кукол на продажу скин нормал карамель и темный шоколад вот это девочка будет да эксклюзивно на продажу только одна в таком скинтоне тела у кукол все одинаковые а вот лица будут с модификациями то есть я больше всего не хотела чтобы все мои 20 кукол имели одно одно и то же выражение лица и одни пропорции поэтому модификации будут такие маленькие глазки открытый рот маленькие глазки закрытый рот но открытый рот с зубками большие глазки с открытым ртом и большие глазки с закрытым ртом чем если вы сейчас будете что куклы будут похожи друг на друга уверяю вас мне бы сама этого не хотелось и самая важная наверное информация которую я бы хотела донести до будущих покупателей куклы галышками продаваться не будут изначально когда год назад я села делать у мастер-модель это моя была третья попытка кто вот следил за новостями я сразу понимала что эту куклу я делаю как основу для своих авторских работ то есть если говорить откровенно по-честному то кукла как именно бжд отдельно галышка наверное не представляет какой-то ценности для тех коллекционеров которые привыкли делать или усаживать кукол делать фотографии в человеческих позах изначально я не ставила такой задачи я хотела сделать некую заготовку из полиуретана я сразу скажу это потрясающий материал очень гладкий тяжелый он даже звучит как фарфор во всем в руках его очень приятно держать пост в благодарности литьевом мастерской в которой которая отливала мне кукол я напишу чуть позже но немножко отходя от темы да сразу хочу сказать в эфире что я просто в восторге от того как но качественно а главное вовремя все было сделано полиуретан такой холодный тяжелый и конечно он намного прочнее и долговечнее чем кукла из запекаемого пластика к тому же в какой-то момент я поняла что именно кукла вот по той технологии которую я делаю сильно ограничивает ну мои возможности то есть я хотела делать росписи именно на ногах подчеркивать вот эти шарнирные соединения но у меня всегда вот этот присутствует страх что запекаемый пластик хрупкий если его неправильно хранить например в очень теплом помещении рядом с батареей на солнце он становится мягким и так как внутри идет резинка все это может какой-то момент разводиться в общем такой психоз у меня в работе присутствует и я хотела бы полностью расписывать тела но при этом боялась будет ли эта кукла настолько качественный долговечен насколько бы мне хотелось все это еще одна причина по которой я стала присматриваться в сторону полиуретана скажи честно сначала я хотела делать заготовки как для бадуарная кукла то есть мне в любом случае нравится как выглядит текстильное тело и было мне девчим сделать например только ручки там ножки и лицо шеи и собирать куклу по своей технологии но я решила от этой идеи отказаться так как поняла что многое теряю до не делая опять же тело приор куклы из полиуретана так как я вам потом покажу внутри ну под трусиками у куклы тоже есть интимный рисуночек который почему-то долго сидел у меня в голове и я хотела его сделать поэтому все 20 кукол но уже теперь 19 будут собраны в моем образе в котором я их вижу образы все будут разные следующую куклу я надеюсь возьмусь буду делать это алиса всегда мечтала сделать эти шикарные глянцевые полупрозрачные грибы расписать куклу но тело куклы в стиле алиса с белым кроликом чайниками да конечно я все это делала и в белоснежке и была у меня такая потрясающая кукла морегионная в белом скине и несмотря на то что тело и и текстильное тоже расписала его акриловыми красками причем видимо получилось так хорошо что люди как сейчас когда мне скидывают фотографии даже не понимают что тело на самом деле из текстиля она по-моему есть в книге то можно будет ее посмотреть в общем моя задача изначально было сделать себе базовую куклу для реализации именно моих идей и потребностей поэтому очень важная информация да еще раз повторю кукла вот таком галышки продаваться не будут каждую куклу собрано на резинку крючок и очень важно то что здесь шарниры все проклеены замши вот внутри идет либо замшевая либо проклейка из искусственной замши либо из тонкой натуральной кожи никаких вот таких силиконовых замазок горячего пистолета в куклах ничего в шарнирных в шарнирах этого не будет я сама не люблю когда честно приходит на кукла и приходится потом ее разбирать от отдирать вот этот силиконовый слой но я не в претензиях к мастерам понимаю что если продавать вот этих колышек там просто не будешь сидеть и проклеивать каждую куклу так как у меня например на это уходит где-то около двух двух дней потому что я практически под каждый шарнир ну и еще долго наверное потому что для меня это что-то новое под каждый шарнир я делаю свою индивидуальную выкройку пока смотрю как лучше так или так где сделать стык я думаю что поэтому у меня еще долго этот процесс много занимает времени надеюсь с опытом на какой-нибудь там 3 4 5 кукле я уже наработаю какой-то опыт и буду делать это быстрее в общем очень на это надеюсь так что я считаю что то что кукла уже изначально все шарниры проклеены большой большой плюс цены кукол будут разные в зависимости от сложности нарядов комплектации подставки образа те я думаю многие видели фото с выставки цену я никогда не скрывала стоит 8 стоило 85 тысяч на данный момент она уже продана и думаю что цены будут в этом диапазоне так ну что давайте если никаких технических вопросов куклам нет извиняюсь здесь немножечко такой еще полусобранный вариант это кстати была самая первая кукла которую я собрала здесь я ее оставила чтобы посмотреть подвижность девочка сидит и но сразу скажу для тех кто планирует покупать куклу куклы самостоятельно очень плохо стоят я могу сейчас отклониться от темы и рассказать почему они плохо стоят если кому-то интересно вдруг кто-то может тоже вдохновился делать свою первую или какую-то бжд и может не первую до опыта мало поэтому все куклы будут с подставками она вообще может стоять но сразу скажу на стыд стоит вот на токаре ну медленно начинает заваливаться поэтому каждому покупателю да я буду отдельно писать что самостоятельно без подставки лучше куклу не оставлять конечно многих кукол но практически всех кукол будет обувь на плоской подошве кукла устойчиво стоит но например у тия невероятно тяжелое платье что конечно является именно в устойчивости кукла большим минусом здесь очень много кружев и в общем сама голышка может стоять но как только надеваешь на нее платье она сразу такая становится слишком тяжелая и наверное вот не хватает какой-то опоры давайте вернемся теперь девочки тия да я еще кстати хотел сказать что крышка на магнитах вот и там внутри куклы будет стоять номерная пломба в этой стоит номер один ну соответственно номер 23 вот и так до 20 этих кукол я мастер-мастер-мастер-модели больше лить не буду поэтому в мире этих кукол будет всего 20 ну тираж 20 кукол 20 так ну паричок съемный не знаю особо чувствительных не знаю может не стоит дальше смотреть эфир потому что я буду снимать на паричок вот так вот выглядит девочка лысенькая глаза вставные ну вы видели да на заготовочках что здесь есть отверстие от воля глаз но глаза вставлены без возможности их менять честно говоря мне бы не хотелось чтобы в дальнейшем куклу как-то видоизменяли так как я уже говорила что для меня это полноценная авторская кукла только в виде бжд из полиуретана поэтому взгляд цвет глаз непосредственно но будет являться и является частью законченного образа куклы у всех кукл будет наверное какие-то татуировочки росписи парики я делаю на силиконовой основе они очень плотные сидят на голове и не падать для меня падающие обувь и падающие парики это такая маленькая боль когда я разрабатывала вот эти парички для своих первых бждшек я первую задачу которую ставила перед собой это чтобы когда переодеваешь куклу или крашен подвиг ни в коем случае не спадывалось головой сами волосы это вискоза но многие из вас уже спрашивали и знают я не скрываю этого вискоза материал который используют для валяния красила я вискоза изначально беленькая была и соответственно я красила малиновый основной розовый и такой нежно-салатовый то есть на паричке три цвета также это мой пи нет не первая вторая авторская кукла в которую я сделала люрексовые волокна нет не люрексовые нити первая была теди долл у него были было серебристый люрекс давно хотел это попробовать вот но искала именно такие нити которые бы не слишком блестели а являлись неким таким намеком про отдельные про люрексовые нити могу отдельно сказать они я их не покупала готовы в нитках или в каких-то намотках мне пришлось извлекать их из кое-чего другого что изначально вообще не предполагалось использовать в общем то есть чего изначально было другое совершенно значение пришлось проявить фантазию потом даже в неком смысле помучиться чтобы в итоге найти именно вот те люрексовые ниточки которые мне в кукольных волосах нравится я эту тему продолжу мне нравится я вижу в этом что-то новенькое я только у заводских кукол встречала подобные люрексовые нити барби монстр хай вот ну и тому подобное в авторских паричках не видела поэтому мне кажется они сюда очень здорово вписались и не сильно заметно но при этом создают такой интересный блеск в волосах у девочки носочки с розочками съемные сандалии вообще это сандалии третий вариант и здесь я сделал тоже большую ошибку потому что вдохновившись все платьем кукла и ее образом начала сначала делать платье она получилась очень но тяжелым как я уже говорила сложным по отделке здесь кстати все ткани кроме этой сетки окрашены мной то есть я создавала специально именно вот эти оттенки чтобы платье получилась такого ванильно-голубоватое и когда платье было уже почти готово я начала делать и такие стандартные туфельки я конечно не выкидываю они у меня показались мне невероятно простыми несмотря на то что даже попыталась их декорировать какими-то стразами вот этими бабочками сорожки все равно это очень-очень простило образ я поняла что туфли такие классические девчачьи босоножечки смотрятся немножко не интересно и попробовала потом делать туфли на какой-то красивой толстой подошве тоже не вариант про стиле и я подумала тогда идти вообще-то обратно сделать не туфли а сандали в сандалях используются различные материалы и запекаемый пластик и искусственная замша что тут еще ленты в общем ленточки из органзы в результате у меня получаются такие сандалии можно конечно поспорить подходит ли вообще сандалии к такому образу но поверьте мне я если бы это была авторская кукла вот которая я делала изначально из запекаемого пластика я бы налепила несъемную обувь и сделала такие босмачки на шнуровке изящные тоненькие но обувь обязательно нужно было делать съемной и мне еще конечно не хватает опыта я могу сделать любую обувь которую мне нужно не съемную но вот со съемной пока у меня очень большие проблемы но я буду над этим работать и хочу делать съемные текстильные кеды в дальнейшем делать такие полупрозрачные сандалии и полу сапожки в общем весь вопрос том что нужно просто сесть пробовать смотреть так не так и опять же нарабатывать вот этот опыт сандалии получились мне кажется такие интересные я изначально хотела сделать их больше размера так как те туфли которые я сделала по ножке после того как я делала это пышное платье смотрелись очень маленькими и кукла казалась такой неустойчивой и даже какой-то не знаю нестабильной поэтому проанализировав все формы куклы и образ я сразу поняла что хочу делать ей крупную обувь поэтому если вам там на фотографиях вы когда смотрели подумали что я не угадала с размерами или что-то в этом роде нет это была моя обдуманная задача большие туфли сделали образ куклы ну таким более законченным хорошо масштабированным но опять же возможно по прошествии какого-то времени я посмотрю на эту куклу и с учетом наработанного опыта пойму что возможно ей были нужны какие-то другие но на данный момент меня все устраивает мне кажется это лучшее что я могла для нее сделать обувь тоже конечно же на магнитиках вот они довольно легкие то есть здесь нет каких-то тяжелых материалов в общем вот такие миленькие туфельки сандалики я выбрала для для завершения образа этой девочки платье многослойное много могу о нем говорить я сразу хотела сделать розы на сетке вообще эта сетка моя любимая я уже два платья из нее сделала вы кстати все могли видеть их и в моих предыдущих моих предыдущем аккаунте в других соц сетях на пиндересте и в книге все я расшивала металлизированными нитками все моя большая находка я практически теперь не пользуюсь нитками из хлопка или синтетики металлизированные нити довольно прочные и но нити я выбрала здесь под золото не создают как какой-то неряшливости на изнанке и тоже очень мне кажется интересно смотрят я думала не знаю подшивать ли основную детальку вот этой нижней юбочки но решила этого не делать розы я делала все тоже вручную в них три или четыре вида ткани все все розочки окрашены тоже вручную это кружево изначально было белыми его тоже красила и в том виде в котором есть здесь только вот это вниз платье подъемник розы я здесь использовала атлас атласную ленту и сетку вот все вырезала фигурными ножницами края обрабатывала но на свечке я думаю многие знают как это делается чтобы избежать обсыпание ткани и ткани изначально красила и потом брала создавал вот эти слой более темный основной розовый и нижний нижний светлый какой-то момент я конечно показала что розочки может и нужно было делать поменьше если уж так придираться к платью кому-то может показаться что они крупноваты но тут спорить не буду сама потом подумала что наверное если бы розочки были чуть меньше может смотрелись как-то изящнее на платье